Приветствую вас в любви свете единого творца. Послушаем проповедь Андрея Ткачева. Все, что он говорит, это ложь. Зовет и манит, ничего не даст. Дам тебе это, дам тебе это, дам тебе это. Люди продают душу, подписывают контракты кровью. Где интересный человек, этот человек, видел подписанные контракты кровью? Но с другой стороны, в церкви есть такой ритуал, когда кровь Христа пьется. Но кровь Христа, тело, вот это может быть контракт. И дает, обещает, но не дает. Ну, я нигде такого не читал, потому что, ну, должно быть это авторитетными людьми написано, что вот подписал дьяволом какой-то договор, а он его не выполнил. Но при этом есть Писание, Ветхий Завет, где много-много-много-много раз Господь обещает и не делает, не делает, не делает. Ну, самое первое его вранье или обещание, это в раю, да, когда он говорил, пообещал Адаму, не ешь с этого яблока, с этой яблоней плод, значит, иначе умрешь. Пообещал, ну, это обещание такое страшное, да, оно не случилось. Ну, и дальше там много чего всем обещал, евреям обещал там райскую жизнь. В итоге ничего не случилось. Так он про какого дьявола говорит такой вопрос? Наверное, про того, которому служит. Слушаем дальше. Говорит, нет, теперь иди работай. Это ты же обещал, это мало ли что обещал, я всем обещал, никому не сделал. Иди работай, иди выполняй мою работу. И так вот такие люди работают. Он не говорит про абстрактных людей, он говорит о себе и его подобном. Вот так вот. Так на дьявола горбатятся и ишачат миллионы людей, нагруженные тяжелыми камнями, потому что продали душу за коврижки. Потом пришли, говорит, нет ничего, даже того, что обещал, не дам. Нету, иди работай. Вот так живет мир. Мы так хотим жить? Нет. Вот так живет мир. Он еще раз говорит, что миром управляет дьявол. Но при этом мы знаем, что Господь всемогущий управляет миром. Так мир, миром кто управляет, дьявол или бог, это одно и то же. И Господь, бог и дьявол, это одно и то же. И не за коврижки этот человек служит, а за ту золотую штучку, которую держит в руке и весь в золоте стоит. Вот он продался. Но говорит, как будто это какой-то такой враг, который где-то существует. На самом деле он за его спиной. Вот сам слуга дьявола. Мы свободные люди. Свободный человек свободно поклоняется живому Богу, а больше никому не поклоняется. Мы свободные люди. Это что-то новое, конечно, в религии. Потому что в писаниях написано «Вы рабы». Или там «Мы рабы», «Мы слуги Господа». А свободные люди – это что-то новенькое. Это что-то такое ноу-хау для людей современных. Чтобы они не подумали, что вы в рабстве находитесь. Вы находитесь в рабстве, но этот человек говорит «Нет, давайте я вас обману». Мы свободные люди. И мы живем, как он сказал, свободно поклоняется живому Богу. Значит, свободно поклоняется живому Богу. Значит, извините, а где живой Бог? Пускай он подойдет. Мы с ним чайку попьем. Какой живой Бог? А все Бога с руками и с ногами вообще два, да? Это Яхва и Христос. Какой из них живой Бог? Ну, какой? И этот сущий, и этот вроде как каждый год воскрешает. Какой из них? Два Бога. И вот, как сказать, любая овца свободно в атаре пасется, пока ее пастух не зарежет, да? И она считает себя свободной. И она считает пастуха за благодетеля. Так и этот говорит, вы свободные овцы. Вы свободно поклоняетесь вот этому, какому только, живому Богу, который тоже где-то. И дьявол где-то, и Бог где-то. А вы умные как бы люди, ну, в кавычках, конечно. Вы свободно выбираете, кому молиться и молитесь. А ему не забудьте, так сказать, на храм денежку принести. А больше никому не поклоняется. Свободный человек работает и ест заработанный хлеб, а больше ему не надо. Все, что он говорит, это... Да, но этот человек, он не работает. Свободный человек, ну, мы же понимаем, что это раб, да? От слова работать. Значит, свободный человек работает, зарабатывает деньги и свободно несет этому бездельнику. Он же не работает. Он языком только трясет. Он рассказывает, как надо жить, а сам, значит, краем глаза смотрит, сколько прихожан бросили там в этот... в ящик для пожертвований, который тоже идет из иудаизма. Это Соломон вел в свое время. Сколько свечек продано и так далее. Он все так считает на калькуляторе. Сколько приносит его проповедь. Он не работает. Это лжец. Ну, смешно немного, конечно. Это, значит, мой любимый персонаж. Но, ну, как бы, если бы не было его, ну, конечно, я нашел бы менее такого словаохотливого, да? Ну, вот как-то мы с ним сдружились. Вот заодно ему рекламирую. Даже не беру копейки с него. Вот, видите, реклама. Протеерей Андрей Ткачев. Ткачев. Почему Ткачев? У него буквы «Е» нету. И, да, «Е» почему-то у него нету. Он не использует эту букву. Видимо, во Львове там его так не обучили. Ну, вот, так вот, короткое мое такое резюме на его такую проповедь о себе любил. Пока. Подписывайтесь на канал, поймете многое. Пока.